Добрый день, дорогие друзья! Ицхак, приветствую вас! С нами сегодня в гостях в нашем канале Ицхак Матусей, человек, который, в принципе, не нуждается в дополнительном представлении. Мне кажется, на русскоязычном рынке нету человека, который не слышал вашего имени. Вы перебили представление о личностном росте, о тренингах, о масштабных ивентах. В связи с этим у меня к вам вопрос. Я помню период жизни из ваших многочисленных интервью, когда вы оказались в Израиле на много лет, и потом вдруг вы решили вернуться назад. Первый вопрос, он может быть шуточный, а может быть и серьезный. Ицхак Матусей, это агент Моссада или это миссия перевернуть весь мир? Я скажу так, что происходит все не вдруг. У меня в жизни вдруг ничего не происходит. У меня все происходит закономерно, оно все вытекает одно из другого. И там бывает, может быть, два-три события в жизни, которые были вдруг, вот так вот. Но так все одно вытекает из другого. Я вначале ездил из Израиля на работу в Украину. С 2007 года, может, даже с 2006 года, даже года, а если быть точным, то с 2005 года, я ездил в Украину на работу. Как был представителем еврейской организации «Нерли» или «Свеча для тысяч». Я ездил, проводил обучение для еврейской молодежи, как учить Тору, как вернуться к Торе. И я решил это делать более ярко. Я начал смотреть как раз, как проходят тренинги. Сам проходил тренинги для того, чтобы заниматься кирувом, приближением к Богу, более профессионально. То есть я хотел быть в этом, ну вот именно делать максимум. И у меня хорошо начало получаться. И потом меня пригласили провести тренинг для бизнеса. То есть я проводил для еврейской молодежи. Причем интересно, что сейчас в Израиле, например, вот из моих первых групп живет такая есть Ольга Добель. Ну то есть есть много людей из первых групп, которых еще тогда у меня жили. Тогда у меня учились студентами. Они сейчас живут в Израиле, там кто-то соблюдает. Очень много людей в Киеве начали соблюдать вот именно вследствие моей этой работы. Как я был в шалеях, можно сказать, да? В шалеях, только в литовской концепции, чуть в литовской концепции я был в шалеях. Вот. И потом меня пригласили провести тренинг. И я провел тренинг в одном бизнесе. Им очень понравилось. Они сказали, что таких хороших тренингов они вообще никогда не видели. И так как это был подъем бизнеса 2007 год, они мне начали платить полторы тысячи долларов в день, в день, за день работы. Я, конечно, не смог отказаться, потому что у меня семья, дети. Я подумал, что если я буду как религиозный еврей, буду еще и классным профессионалом, то это, наоборот, только добавит к моему служению Всевышнему. Я начал работать как бизнес-тренер вначале для корпоративных клиентов. То есть я одна компания, вторая, третья. Потом я начал набирать группы, уже это называется открытые тренинги. И так начала разворачиваться моя уже карьера, дальше начала разворачиваться. Немножко уточняющий вопрос задам. Интересно, что было за фоном происходящего. Почему произошла трансформация у большинства людей, например, из мира бизнеса в религиозный, он понятен. У человека происходят какие-то, например, ошибки, сложности, и он ищет какую-то защиту, укрытие, поддержку Всевышнему. Но как из мира Торы уходят в бизнес? Это вызов Богу или это, наоборот, такое распространение имени Всевышнего? Нет, смотри, написано, что Яфе Талмут Турайм Дера Херетс. Классно совмещать изучение Торы с Дера Херетс, с соблюдением, хорошо совмещать Тору с работой с Дера Херетс. Это Пертьевод, первая Мишна. И Пертьевод во второй главе, первая Мишна. И я помню, я учился у Раваинска Казильбера, и он говорит, что я, говорит, вообще хотел, чтобы мой сын был профессором. Потому что, если он будет профессором, например, математики, то он больше людей сможет вернуть к Тории, чем когда он будет Равином. И я это тоже запомнил. И я советовался на тот момент, с ним тогда был, жил еще Равицкий Казильбер, за царь. То есть у меня, у каждого есть к чему-то талант. Я не Талмит Хахам, мне тяжело сидеть учиться, ну, целый день. Просто нереально по моей энергетике, по моему, ну, по моему складу. И я был бы каким-то посредственным таким аврехом, ну, религиозным там, но был бы как бы нереализованным. Лучше быть, я простой еврей как в соблюдении, я учусь, я соблюдаю все, я ортодоксальный еврей, все. Но я зато хороший тренер, то есть я реализовался, и я считаю, что Бог мной доволен, потому что я, ну, как бы, я везде подчеркиваю, что главное это служение Богу, а это работа, я работаю. Вы прошли большой путь, и на этом пути были много вопросов определиться там или там. И я думаю, что много людей, которые будут нас смотреть, находятся или в такой ситуации, или чуть-чуть там впереди или сзади. Что самое главное в пути? Как определяется путь? Самое главное это учиться, то есть это не умничать, а учиться и советоваться с умными людьми. Вот это самое главное, которое прямо Тора нас учит, не выделываться, не быть, я знаю, а я все время советовался и учился. Вот на каждом этапе своего пути я себе говорил, я не знаю, как двигаться дальше. Если бы я знал, я бы уже был дальше. Значит, я не знаю, значит, мне нужно посоветоваться с умными людьми. Я всегда учился, советовался и рос по какой-то технологии, а не от вольного, я все знаю и так далее. На каждом этапе. То есть я шел всегда, советовался с травинами, по всем жизненным вопросам я всегда советую с травинами, переезжать, не переезжать и так далее. Глобальные вопросы у меня я обязательно всегда советуюсь только с, ну, такими с... А путь и конец пути, ну, там, результаты этого пути, они взаимосвязаны? То есть если идти к пути, к цели своей разными путями, результат будет один и тот же? Я считаю, что идти или к цели, ну, я не знаю, это слишком теоретический вопрос. Если все, то есть не важно, путем идешь, все равно ты придешь к тому, к чему Бог тебя хочет привести. Нет, Бог хочет только, или ты соблюдаешь, или не соблюдаешь, или ты верующий, или ты не верующий. Это Бога вам интересует. По какому пути ты пойдешь, это твой личный интерес, имеется в виду материальные пути какие-то. То есть Бога интересует, а коль ми нашамаем, все с небес, кроме трепета перед небесами, кроме страха перед небесами. То есть это Бога интересует. Как в любой точке своего пути ты хочешь действовать, как Бог велел, или как ты там себе выдумал. Все. А где ты в это время будешь, это твой выбор. Ну, то есть выбор пути именно материального в жизни. Поэтому я себе выбрал путь. Я хочу быть, мне нравится обучать. Профессия бизнес-тренер, эксперт. Мне она нравится. Я выбрал себе там как эталон люди, которые вот самые топовые в мире. Как они это делают, что они умеют, какие у них навыки, какие у них знания. Я постоянно, каждый день совершенствуюсь в своей профессии. Как написано в Талмуде, что три вещи требуют постоянного хизука, постоянного усиления. Это в проход написано «Тора, молитва и ремесло». То есть я каждый день, без исключения до сегодняшнего дня, я каждый день совершенствую свои профессиональные навыки. Учу Тору, учу книги Мусара, чтобы совершенствоваться в молитве. Это именно служение. И все. Каждый день учиться. А как состоит вообще ваш день? Из каких блоков он разбит? Я утром, я занимаюсь тем, что полностью там часов до, получается, до 12 дня я занимаюсь только работой над собой. То есть это включает в себя молитва, естественно, но обязательно шахарит. Это включает в себя обязательно поучить Тору. И я провожу урок каждый день в 10 утра на ВАИК-репортале. Уже вчера был 600-й урок. То есть это с 10 до 10.30 у меня обязательно я даю урок. А до этого я обычно к нему готовлюсь, там 30 минут я готовлюсь. Кроме этого, я учусь с утра обычно полчаса Талмуд. И я учу где-то полчаса свою какую-то профессиональную книгу. И что-то делаю как профессиональные навыки, вырабатывая какие-то свои профессиональные навыки. Все. Где-то к 12 дня я заканчиваю все подготовительные работы, связанные с совершенствованием себя. И начинаю работать. То есть у меня рабочий день начинается в 12 часов. Там я уже что-то делаю по работе. У меня есть много проектов. Есть издательство, есть продюсерская компания, есть компания, которая меня продает. Есть партнерские проекты, есть портал 5сфер, есть ВАИКРА. Огромный проект тоже. И я работаю где-то часов до 6, до 7 вечера. И вечером я, ну опять же, молюсь Мариев. И дальше общаюсь с семьей, с женой, с детьми. По поводу работы, там будет целый ряд вопросов. Тут хочу уточнять вопрос. 600 уроков постоянства. Да. Постоянство – это залог к тому, что человек придет к цели. То есть это способ… Это главный. Это главный навык. Главное качество. То есть это ключевой навык в самореализации, в достижении целей, в успехах в бизнесе и все. То есть самый главный навык – это настойчивость и постоянность. Вам не кажется, что Тора с заповедями своими, она каждый день очень дотошно воспитывает нас. Вот это вот делать одно и то же, каждый день, в одно и то же время, там по 10 минут. Как такой некий инструмент того, чтобы вдолбить… Да, да, да. Это путь Торы. Постоянство. А вот с этого так, как это. Сделать Тору своим постоянным занятием. То есть очень важно. Настойчивость, постоянство. Вы говорили о том, когда вернулись в Киев для того, чтобы преподавать, пришел первый заказ. Как к новину, человеку, который занимается духовностью, пришли из мира бизнеса? Ну, во-первых, как вас нашли? Какое было предложение? Почему именно к вам? Во-первых, я стал религиозным в 26 лет. То есть я Хазар Тибетшва в 26 лет. До этого я занимался бизнесом. У меня было очень много всегда знакомых. И я очень, как бы, всегда с людьми был в хороших отношениях. Я очень, ну, культурный, вежливый, люблю там шутить и так далее. То есть у меня есть очень много знакомых. У меня друзей, может быть, там мало или единицы, но знакомых у меня очень много. И это была одна из моих знакомых, которых я знал по предыдущему этапу, когда я занимался бизнесом, еще до Торы. То есть я до 26 лет занимался бизнесом. В 26 лет Хазар Тибетшва учился в Яшиве. Потом, это был 2006 год, мне было 33 года, я получил профессию бизнес-тренера. Это мне было 2007 год, мне было 34 года. То есть я уже был в возрасте. Но ее я знал, вот эту как раз знакомую, которая была директором по маркетингу компании. Компания эта была, называлась Energetics. Я ее знал еще из периода до 26 лет. Я ее встретил на улице, старая знакомая, как дела, как жизнь, чем занимаешься. Она говорит, я директор по маркетингу, а ты, а я преподаю, а что ты преподаешь? Тренинги, развитие человека, постановка целей, мотивация. Ну, то есть то, что я студент. Она говорит, вот, отлично, а нам как раз нужны бизнес-тренера. Вот мы заказываем такие условия, а сколько у тебя тренинг заказать? Я говорю, я не знаю, у меня нету расценок таких, да, ты все на зарплате работаешь. А сколько вы платите? Она говорит, мы платим от 200 долларов до полутора тысяч долларов. Я говорю, так давайте я вам проведу тренинг однодневный, а вы потом сделаете опрос. Я как кто провожу, как те, кому 200 платят, или как те, кому полторы тысячи? Она говорит, отличные условия. Я говорю, если плохой, никакого риска, потому что тогда я просто провел тренинг и все. Ну, то есть я даже денег не возьму. А если хороший, значит, полторы, ну, заплатите вот по шкале. Она говорит, вообще идеальные условия. И, значит, потом сделали опрос у группы, там была 30 человек группа тех людей, лидеров этой компании, для которых я проводил тренинг. И они сказали, вообще идеально, нам это надо, мы хотим. Все, полторы тысячи. Все, и они меня, я у них начал, у них было 29 филиалов по Украине. Я начал у них работать 6 дней в месяц, зарабатывать. До этого у меня была зарплата, я ездил 2 недели, я был в Киеве, 2 недели в Израиле. У меня была зарплата 2 тысячи долларов в месяц. Тут у меня 6 тренинговых дней и, значит, 9 тысяч долларов. Еще и две я не потерял. То есть я первое время совмещал эти две работы. И, ну, для меня это стало, конечно. Потом наступил 2008 год, был кризис. Как раз перестали тогда заказывать, они у меня перестали заказывать. Но я уже к тому времени набрал клиентскую базу, уже набрал, я как бы стал опытный тренер. Я начал собирать уже открытые группы, когда люди покупали билеты на тренинг, это с 2008 года. И в 2009 год я... Людей, да? А? Что? Большое количество людей, правильно? Ну, были, да. Вначале группы были маленькие, это было все очень тяжело. Но я, настойчивость, постоянство. Я каждый день писал по статье, вот как я сейчас провожу уроки Торы, 600 уроков подряд. Также я писал каждый день по статье на протяжении нескольких лет. Я за 7 лет написал 14 книг. То есть каждый день статья, рассылка по базе, была вдохновляющая рассылка Ицкака Пентусевича, анекдот, цитата и какой-то совет дня. И у меня так дошла база до 200 тысяч человек, именно имейл-рассылка. Книги начали хорошо продаваться, да. Теме книг обязательно вернусь, интересные моменты. Такой вопрос. Вы устанавливаете тренды. Все время на шаг впереди конкурентов. Вы, в принципе, перво проходите на русскоязычном рынке с темой тренингов, личностного роста. Один из, если бы точным, один из, потому что, ну, там, не самый первый. Я всегда был, наоборот, даже последователя не устанавливая тренды. Вот это вот личное лидерское качество, это must-have, обязательно для каждого человека. Как оно должно проявляться, чему оно должно вести человека. Я вот тут как раз чуть-чуть, может быть, уточнил бы, потому что лидерское качество, оно выражается в том, что у тебя должна быть твоя личная цель, к которой ты идешь. А вот ты к ней первый. То есть я поставил себе цель, я хочу войти там в тройку лучших на русскоязычном пространстве. Это была моя цель. Дальше лидер, по моему определению, это человек, у которого есть его цель. Дальше человек, который действует, чтобы эту цель достигнуть. И человек, который умеет задействовать других людей, чтобы они ему помогали. Все, это лидер. Ты первый, тебе не сказали, куда идти, а ты сам выбрал эту цель. Ты действуешь для ее достижения, и тогда ты перестал быть просто мечтателем, а ты стал, ну, уже деятелем, да, таким. И ты умеешь попросить помощи других людей, попросить, купить, уговорить, нанять и так далее, которые тебе помогают достигать твою цель. Это лидер. Теперь, но я никогда не был тренд-устанавливателем тренда. Я всегда смотрел, что работает, и учился, то есть у меня была цель стать лучшим, там, например, в СНГ, к примеру, да, ну, в бывшем Советском Союзе. Теперь я смотрел, а что делают, уже же есть лучшие. Я же, ну, не выдумал, этот бизнес уже был и до меня был в бывшем Советском Союзе. Я смотрю, кто сейчас здесь лучший, там, Радислав Гондопас, Игорь Ман, там, ну, были какие-то имена, которые на тот момент были лучшими. Я смотрю, что они делают, я вижу, что они копируют западные модели. Я смотрю западные, кто лучший на Западе, там, этот, этот, этот. Я смотрю, что они делают, я учусь у них инструментом, но я беру от каждого по какому-то инструменту, я вкладываю их в свой путь. Нанимаю людей, которые мне помогают, ну, и так далее, то есть все как у всех. То есть, посмотри, да. Выйти у конкурентов и добавить свою какую-то... Да, да. Я, как человек, который ежедневно изучает Ору, глядя или участвуя в ваших семинарах, тренингах, смотря видео какие-то, понимаю, что много перекликается с идеями, которые мы учим в Тори. Откуда берете идеи для написания новых, создания новых, там, книг, продуктов, тренингов? То есть, у меня есть... Это жизненных навыков. Да. У меня есть... Ну, Тора – это от Бога, то есть это знание, которое Бог, создатель мира, то есть это самое точное, самое истинное и самое всеобъемлющее знание, как работает мир. И какие в нем действуют законы психологические, там, ну, все законы это я беру из Торы. Теперь, но Тора, она была передана еврейскому народу и передавалась из поколения в поколение в определенном контексте, да? Контекст – это ешивы или хасидские общины, это закрытая такая жизнь, которая подразумевает жизнь только внутри. Теперь весь мир говорит это, как есть форматы, да? Есть формат, например, ты книжку там скачиваешь, EPUB есть такой, EPUB формат для Apple. И этот EPUB, его другой компьютер не читает. Он, ну, вот любой другой компьютер, он не понимает EPUB этот, да? Ему нужен там PDF, он понимает, а EPUB не понимает. Теперь Тора, она тоже говорит на языке, который понимают религиозные евреи, живущие вот этой вот закрытой жизнью, мир ешивы или хасидский мир и так далее. Теперь, но если ты хочешь общаться с миром, который вне Торы, тогда надо разговаривать на их языке. На их языке разговаривают Стивен Кови, Тони Робинс, то есть есть Робин Шарма, книги по психологии. Теперь, если эти книги и эти люди, они высказывают какую-то хорошую идею, если эта идея хорошая, она уже есть в Торе. Просто она написана по-другому, она сказана по-другому, она имеет, может быть, даже другую цель, например, да? Потому что Тора вся, есть однозначная цель, что все в этом мире для служения Всевышним, Всевышнему. Но если эта идея хорошая, нет ни одной идеи в психологии, в личностном росте, там, в эффективности, нет ни одной идеи, которая бы не была в Торе. То есть хорошая идея, работающая, какие-то схемы, модели и так далее, обязательно, обязательно это есть в Торе. Поэтому, что я делаю? Я изучаю Тору и выстраиваю свою жизнь по Торе. Теперь, когда я изучаю профессиональные книги по развитию, эффективность, личностный рост, влияние, моя система называется «Пять сфер». Действуй, личная эффективность, живи, энергия и здоровье, влияй, коммуникация, богатеи, как зарабатывать деньги и люби, как любить, управлять эмоциями, воспитание, там, семейная жизнь и так далее, духовность. Теперь во всех этих пяти сферах я изучаю профессиональную литературу и нахожу красивые идеи. Что значит красивые идеи? Это выражение идеи Торы только более таким, ну, современным языком. Я запоставляю. То есть то, чего не... Многие же книги, они высказывают идеи прямо противоположной Торе. И это однозначная для меня глупость, и я с ними не согласен. И хотя они могут звучать как классные, например, тот же, там есть Лобковский психолог, да? Хочу и буду. Это антирелигиозная идея, антитараническая. То есть это идея, которая продвигает самые низменные качества человеческой натуры. Вот это вот идти на поводу у своего хочу, у своих инстинктов, у своих эмоций и так далее. То есть Тора, она нам говорит, нет, наоборот, действует то, что правильно, то, что хорошо, ну и так далее. То есть есть идеи, которые я категорически сразу отвергаю, именно потому, что они входят в противоречие с Торой. Есть идеи Стивен Кови, он полностью ложится на идеологию Торы. Стивен Кови, он, ну, просто идентичный. Он был религиозный, он был христианин религиозный, но он, его как бы, его основа Стивена Кови, да? Она полностью такая прямо соответствует мировоззрению Торы. Но он говорит о психологии, о том, как всем навыкам, всем навыкам высокоэффективных людей. То есть я беру его идеи, изучаю, я их все равно перевожу на свой язык, потому что у меня есть моя личная специфика, ну, как бы мой способ, метод передачи информации. То есть он мой, и он подходит далеко не всем. То есть у меня есть моя аудитория, это люди такие же, как я, от 30 лет до 50, которые родились в бывшем Советском Союзе, и которые, ну, примерно пережили то, что я пережил в 90-е годы, смотрели те же фильмы. Ну, то есть я подхожу далеко не всем. Я беру Стивена Кови, пропускаю его сквозь свое тураническое восприятие, соединяю с Харьковским спорт-интернатом, который я закончил, и выдаю свой контент. Это уже мой уникальный авторский контент. Я хочу остановиться на вот этой разнице между хочу и буду, и то, что правильно. В принципе, есть два разных подхода. Делать то, что хочется, или делать то, что нужно. Ну, например, человек не может найти себя, ему там советуют делать то, что ты любишь, то, что тебе нравится, то, что ты хочешь. Или же, наоборот, поставь себе график, поставь себе распорядок, ежедневный спорт, ограничения какие-то, воспитания. Как правильно расставить приоритеты в такой ситуации? Нужно найти свой талант. Вот это вот хочу – это только индикатор для того, один из индикаторов, чтобы найти свой путь в жизни. То есть вот этот вот хочу – это только один из индикаторов. Один из, потому что правильно и так далее. Ну, он тоже должен, это условие обязательное при поиске жизненного пути, но недостаточно. Ну, ты, допустим, использовал «хочу» только на этом этапе. Дальше ты должен понять, что для того, чтобы в том деле, которым тебе нравится заниматься, для того, чтобы в нем преуспеть, ты должен 80% времени заниматься тем, что тебе не хочется делать. Понимаешь? То есть и этот человек должен понять, что любой труд, любое развитие, оно идет через преодоление дискомфорта, через боль. То есть no pain, no gain. Нету боли, нету прибыли. И, например, человек обнаружил, что у него талант к писанию, ну, к писательству, да, вот он обнаружил. Ему сказали, ну, ты пишешь красиво, да? Он говорит, да, типа, у меня к этому талант не нравится. Ну, нравится-нравится. Чтобы книжку написать, год надо писать. Нравится тебе, не нравится тебе. Ты год должен отработать, и пока ты работаешь, у тебя нет ни признания, ни славы, книга еще не вышла, денег нет. А может, и первая книга не продастся. Тогда тебе надо два года ждать, три года ждать. Как сидела эта Джон Роллинг, она писала этого Гарри Поттера, да, сидела, писала, писала, жила на пособия, денег не было, там, семьи не было. Но она сидела и писала, потом, бах, она миллиардер. То есть, ну, весь-то путь ее, он был тяжелый. То есть, хочу работать только в выборе сферы деятельности, то, что тебе нравится. Да. Это правило, дисциплина и постоянно в работе выполнение. Да. Любая награда дается в этом мире через равное количество, равное количество страдания. То есть, вот любая награда, достигнутая цель – это награда. Значит, если ты будешь сильно радоваться достижению цели, должен пройти момент вот этого вот страдания. Даже, вот смотри, например, я сейчас попью воды, вот я хочу пить воду, да. Я наливаю себе воду, то есть, уже я потрудился, правильно? То есть, мне, как бы, до того, как я получу воду, мне приходится все равно произвести какие-то усилия. И чем больше у меня страдания предварительное от получения этой воды, чем больше я хочу пить, например, там, жажда, или чем мне сложнее было достать эту воду, тем больше я получу удовольствия от ее употребления. Получается, что сила удовольствия равна силе затраченного страдания. Но если человек, он не хочет трудиться, тогда он сидит и думает, где же мне взять удовольствие? А может, я обману систему, я украду удовольствие, да, то есть, я заберу удовольствие. Тогда тебе придется потом пострадать. То есть, все равно будет количество страдания равно количеству удовольствия. Страдание от чего? От недополученного результата? Неважно, оно все равно вместе складывается. То есть, есть страдания, вот очень этот принцип, очень понятен, как-то один там писатель, я не помню, как его звали, сказал, что, говорит, человек выбирает или страдание от самодисциплины и самоограничений на пути к цели, или страдание от того, что мучительно больно за бесцельно прошлые годы. То есть, не бывает, чтобы у тебя были и достигнутые цели, и без труда. То есть, или ты разбил это на мини-страдание, это дисциплина, самодисциплина и так далее, и ты получил результат. Или ты страдаешь от того, что ты не получил результат. Мы знаем, что в Торе есть правило. Старался, добился, верь. Ну, представим себе какую-то ситуацию, я знаю там какое-то количество знакомых, которые там запускают какие-то проекты, делают, 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 и у них там не получается. После каких-то очередных попыток опускаются руки, или человек чувствует какой-то комплекс о том, что там, не знаю, неуверенность в себе, а может не мое и так далее. Где вот эта грань, там, где ты недоработал, или между тем, что просто тебе нужно сменить деятельность, что это не твое? Чаще всего мне понравилось, я тоже недавно совсем вышло сегодня интервью на портале 5сфер. Я брал, только тогда я брал интервью, есть такой Григорий Оветов, он создатель там бизнес-школы Синердия, очень такой бизнесмен. Бизнесмен, и мы говорили с ним про деньги, и он говорит, вот я 100%, он кандидат наук, кандидат экономических наук, очень умный парень, скрывает, что он еврей. Недавно он говорит, вот мой дедушка, там, как-то Сагамонович, я говорю, ну не Сагамонович его звали, а Соломонович, какой он Сагамонович, он Соломонович. Но он, значит, он армянин, как бы так себя позиционирует. И, значит, он говорит, я не знаю ни одного умного человека, который готов, который работает и умный, чтобы он не стал зарабатывать выше среднего. То есть, для миллиардера там другие качества работают. Теперь, если наложить его на твой вопрос, то есть, скорее всего, эти люди, которые рассказывают, что они много работают, и что они все сделали для достижения цели, у них не хватает одного из двух параметров. Или они врут, что работают. Часто они врут себе. То есть, бывает же, человек целый день сидит, играет в игры, сидит в соцсетях, а потом рассказывает, что он работает. Или он весь там день на переговорах. Вот в кафе в одном с девочками посидел, в другом с девочками посидел. Я прям по переговорам объездился. Или второй вариант, что они реально много работают, но у них тогда не включена голова, они не учатся. То есть, они могут работать сколько угодно, но если у них единственное средство обучения – это грабли, на которые они наступают, то они никогда не добьются больших результатов. Надо учиться. То есть, надо реально учиться. Нужно понимать, узнавать, разбираться. То есть, нужно повышать свой интеллектуальный уровень, включать голову и много работать. Нужно соотноситься. Ну, там, допустим, час в день учебы, шесть работы. Ну, какая пропорция? Я считаю, что каждый человек в своей, как написано в Талмуде, что три вещи требуют постоянного хизука. Каждый день нужно совершенствоваться в своей профессии. Для меня это, ну вот, я трачу минимум полчаса в день на обучение в своей профессии. Ну, на совершенствование в своей профессии. То есть, полчаса, час в день достаточно, но надо это делать каждый день. Чем бы ты ни занимался, ты должен за месяц заканчивать и изучать именно так же, как изучают Талмуд, углубленно какую-то профессиональную книгу, какой-то один тренинг в месяц проходить по своей профессии, быть в курсе ежедневно, изучать все тренды, все новости, какие-то там обзоры по своей профессиональной деятельности. То есть, быть в курсе всех трендов, которые идут. Как был такой Сэм Уолтон, который создал Walmart, он говорит, я полдня ходил по магазинам конкурентов и изучал, что они делают. И вторые полдня я внедрял это у себя в магазине. То есть, ну, у него полдня, вот очень кто хочет в бизнесе разобраться, есть классная книга «Как я создал Walmart» Сэм Уолтон. И он там рассказывает свой путь, это как раз цитата из этой книги. Он ездил по всем конференциям, которые только были, по там розничной торговле, по то, чем он занимался. Он рассказывал, когда только-только появились компьютеры, я сразу же поехал на обучение компьютерной системы управления бизнесом, чтобы понять, как они устроены. Мне очень понравился преподаватель, я тут же его переманил встать, чтобы он перешел ко мне работать в магазин, чтобы он мне строил эту систему. Прямо его с курса с этого перекупило и так далее. То есть, и при этом он уже был к тому времени, он создал Walmart, ему было 42 года, то есть, он был уже в возрасте, это не был он молодым человеком. И он создал Walmart, самая богатая семья в мире, официально это его семья. Их общее состояние там около 200 миллиардов долларов. Поэтому, закрывая тему неуверенности в себе и так далее, иначе там какого-то стены, с которой сталкиваются люди. Недавно общался со своим знакомым, он в европейских странах живет, и там такой либеральный подход к жизни, где у каждого есть там свой психолог, адвокат и так далее. Мы в ходе разговора заметили такую идею, что буквально три поколения назад наши предки, там у них были по 8 детей, сложная экономическая, материальная жизнь. И тем не менее, никто ни на что не жаловался, а сегодня там в общем каком-то достатке, тем не менее, у каждого какие-то психологические проблемы, неуверенности в себе, потребности какие-то решить, с кем-то поговорить, с кем-то поговорить, с чем это связано. Ну, смотри, во-первых, как бы тоже я не совсем согласен, что раньше не жаловались, еще как жаловались, просто, может, мы их не видели, но люди были более закаленные, потому что, когда у человека, не дай бог, была детская смертность 50%, когда у человека умерла половина детей в детстве, да, то ему уже расстраиваться как бы из-за мелочи, ну, когда даже не, то есть они были более закаленные трудностями. То есть, чем более изнеженный человек, это как сказка «Принцесса на горошине», чем больше человек изнеженный, тем больше у него в жизни страданий, то есть уже маленькая горошина, она доставляла ей страдания. А человеку, который на земле спит, как Тора нам, вот, шестая глава «Пертия вод», там говорится, что воду пей, хлеб ешь, на земле спи, жизнью страданий живи и Тора учи. Если ты так делаешь, счастлив ты и хорошо тебе. Счастлив ты в этом мире, хорошо тебе в мире грядущем. Так, звучит она парадоксально, то есть, если ты воду пьешь, хлеб ешь, на земле спишь, ты что, счастлив в этом мире? Так, ответ такой, что если ты считаешь, что, то есть, если ты даже в этом состоянии способен учить Тору, когда ты ешь хлеб, на земле спишь, жизнью страданий живешь, и ты в состоянии учить Тору, то, естественно, что если у тебя в жизни ситуация лучше, чем эта, понимаешь, что ты тогда будешь счастлив, всегда. А обычно у человека всегда лучше ситуация, чем эта. То есть, если мой уровень, понял, если мой уровень достаточности, это вода, хлеб, земля, и я нормально себя чувствую, то есть, от этого, то тогда все, что лучше, я уже доволен. А если мой уровень достаточности, что мне нужно только, чтобы было все вот на самый высокий стандарт, то я буду постоянно, как принцесса на горожине, страдать от малейшего нарушения этого высокого стандарта. Человек, который обливается, ему нормально мыться ледяной водой, он от горячей воды кайфует, даже от комнатной температуры он уже кайфует. А человек, который моется только горячей водой, он от комнатной температуры уже страдает, он уже не может мыться, ему холодно. Так, продолжаем мысль, нужно ли человеку намеренно занижать свои потребности? Да, да, то есть нужно, и тогда он начинает за все благодарить, он начинает за все Бога благодарить, то есть, он говорит, что мне достаточно, у меня есть один знакомый, очень богатый, очень, ну, такой, прям, прошел огонь, воду, ну, то есть, все. Сейчас он живет тоже в Европе, в очень спокойной ситуации, вообще про деньги думать не должен, все. И он периодически где-то раз там в месяц, он себе устраивает, он бывший спецназовец устраивает несколько дней вот такого вот возвращения вот в то состояние. На земле спит, в какие-то там палатках, вот и так далее. Он говорит, и когда я выхожу из этого добровольного, там, трехдневного, ну, марш-броска такого, да, то мне, я опять каждый раз как заново начинаю понимать, в каком кайфе я живу. Но если я этого не делаю, то я перестаю ценить то, что есть, и мне начинает все не нравиться. Да, то есть, и это как раз вот в этом смысл любого закаливания и так далее. То есть, переоденься периодически, да, в простую одежду, походи по городу, поезди в метро, и у тебя депрессии прекратятся в Европе, понимаешь? Умеренные сложности и испытания в жизни – это на пользу человеку. Конечно. Я в одном из интервью видел, что вы запланировали один день провести или один час с таксистом Uber. Хочу, хочу, вообще, да, у меня это есть в планах, вот сейчас закончится, как раз начался карантин, а так я хочу, там, в Лондоне, может быть, поработать, или в Москве, может, даже, да. Интересно, то есть, мне было интересно. Образование. Я в одном из интервью видел вашу фразу, что система образования современная, она заточена под то, чтобы делать детей квадратными. Да. Мы, конечно, не способны, не подчинялись, убивать их лидерские качества. При этом есть много примеров, где без класса образования, но дети наши еврейские, которые учатся в ешивах, выходили в мир и становились успешными, там, предпринимателями, не знаю, адвокатами, тренерами и так далее, не имея современного образования. В чем проблема с той системой образования, которая в мире развита, и в чем особенность еврейская? Ну, опять же, вот в вопросе был ответ, что система образования школьная современная, она под то, чтобы ребенка загнать в рамки системы, в которой он управляемый, там, учителем, преподавателем или другим авторитетом, и всех затачивают под одну гребенку. То есть выходят там тысячи, десятки тысяч людей, которые знают одно и то же, умеют одно и то же, и совершенно не умеют сами за собой, сами себя не заставлять учиться, у них нет интереса, потому что их все время говорят, никого не интересует, интересно тебе или нет. Все, давай, учи это и все. То есть для достижения успеха в любом деле нужна самомотивация, нужно быть вот этим вот лидером, мечта, действовать, и уже тогда ты подбираешь себе те знания, которые тебе необходимы для достижения твоей цели, то есть как команда твоя. То есть вот поэтому много наших зрителей не знакомы с классической системой еврейского образования, поэтому, например, чему и как вы учите ваших детей, какие навыки вы считаете важными, какие, не знаю, ценности вы хотите им в них воспитать? Ну, главное, чтобы они любили учиться и чтобы они могли учиться самостоятельно, то есть Тора, она приучает, ребенка, в принципе, еврейские дети учатся нам очень много, то есть очень много, прямо у меня там старший сын с 12 лет, вот он в Израиле, в Ешивах, и они учатся с 7 утра и там до 11 ночи каждый день. То есть он умеет учиться, дальше он умеет учиться, он умеет разбираться, задавать вопросы, исследовать, а дальше, то есть он может любую тему выучить. То есть Тора приучает ребенка думать и обучает его жизни, то есть Тора обучает не знанием, она обучает знанием жизни. То есть любой еврейский ребенок, он в детстве изучает взаимоотношения между Ицхаком, например, не Ицхаком, а возьмем Якова и Исааб, да, там целая детективная история, вот братья, то, пообещал, то есть Тора это жизнь, человек должен не знания приобрести, химия, физика и так далее, а он должен научиться жить правильно, общаться правильно, обучаться правильно, все. Ну, то есть, опять же, я сейчас не могу сказать, что в принципе против обычной системы образования, потому что все люди разные, и тут тоже нужно понимать, что кому-то, например, вот есть люди, которые они могут только работать, когда на внешнем приводе, вот они вот такие, они не могут, у них нет вот этого внутреннего, ну, как бы внутреннего привода, назовем это так, что хочу, там, цели, они могут жить только, вот им сказали, делай, они будут делать, и для них школы, там, институты идеально подходят, есть люди, кому не подходят. Это разделение между лидерами и хорошим менеджером? Ну, может быть, да, да, можно так сказать. То есть, я не хочу сейчас в глобальное, еще раз повторю, каждая ситуация индивидуальная, и общим является только то, что человек должен, если он хочет расти, он должен учиться. И в зависимости от своей цели, и в зависимости от того, что он считает для себя, там, идеалом человека, вот он должен тогда, как бы, проектировать себя и свое развитие, исходя из конкретно своей цели. То, каким ты хочешь быть. То есть, каждый должен для себя понять, я хочу быть классным, там, вот, например, когда выбирают себе путь, там, куда идти учиться, то есть, большинство как судит. Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек, куда мы пойдем? Значит, пойдем получать бумажку. Это вообще не подход. Вопрос, как ты хочешь, чтобы твой ребенок прожил свою жизнь? Хочу, чтобы он был там, я не знаю, простым человеком. Хорошо, тогда идеальный выбор. Иди в школу, в институт и будь простым человеком, живи от зарплаты до зарплаты. Возьми ваш канту, будь средним инженером, средним, там, я не знаю, с кем-то будь средним. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок, и ты видишь в нем силу какую-то, да, чтобы он был выдающийся, тогда изучи, как жили и как думали выдающиеся люди. Мы сейчас сделали целое, у меня есть издательство, и там мы выпустили серию книг для детей, которая называется «Выдающиеся личности». И там мы вот просто биографии выдающихся личностей для детей. И многие дети, которые читали эти книги, они совершенно прямо уже в детстве, они выбирали себе какой-то путь. Они, значит, понимали, что им надо изучать, как. Есть примеры, когда там одна девочка, она не хотела учиться в школе, а потом она уже, по-моему, за год она закончила два или три класса экстерном, и уже в 17 лет закончила университет. Есть у меня вот из примеров, те, кто у меня учились, такой пример. То есть, когда ребенок понимает, хочет, и родители готовы поддержать его стремление к развитию, то он может совершенно делать там невероятные вещи. Окей. Несколько практических советов от человека, который занимается прокачкой личных качеств. Ну, представим себе гипотическую ситуацию, человек хочет, вот сидит, хочет начать новую жизнь, начать что-то новое, перейти на следующий уровень. Что нужно сделать? Какой первый шаг? С чего начать? Первый шаг, я считаю, что нужно взять какую-то глобальную книгу по личной эффективности. Есть «Семь навыков высокоэффективных людей», есть «Действуй, десять заповедей успеха» – моя книга. Есть книга очень хорошая Джека Кэнфилда, вот она называется «Правила успеха Джека Кэнфилда», или вот есть моя книга, которая называется «Действуй, десять заповедей успеха», вот «Действуй, десять заповедей успеха». Или есть книга Стивена Коффи, здесь у меня ее с собой нет, она называется «Семь навыков высокоэффективных людей». И он должен вначале выстроить свою, как стратегию своего развития, жизненную стратегию, понимаешь? То есть выстроил он, понял он, куда он хочет глобально идти, каким он хочет стать. Дальше он должен себя, как компьютер, программировать. Знания, навыки, знания, навыки. И он должен себя создавать. Все. Насколько важно внешнее окружение, вот этот внешний привод, двигатель, да, как вы назвали это? Очень важно, конечно, очень важно. С кем поведешься, от того и наберешься. То есть понятное дело, что если повезет человеку, но ему это очень странно, что ему повезет, потому что там 90% людей, они уже испорчены той системой, в которой они живут. Они обломчат, они не учатся, они не развиваются. Они после школы или института, в принципе, перестают учиться вообще. И вся их жизнь направлена только на то, чтобы общество потребления, чтобы только смотреть рекламу и развлекаться. Телевизор, реклама, СМИ. Сейчас так развилась технология, что человек, в принципе, вот он отработал, и дальше он себя, там, телевизор, компьютер, какие-то развлекаловки, он голову отключил. До ночи он отключенный сидит, потом в ночь поспал и опять пошел на работу. Потом его там на две недели выпустили в отпуск. То есть раньше было рабство, было силой держали, а сейчас рабство такое, как бы, как сказать, ну просто рабство, да, вот люди, от слова работа. И вот люди работают, 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 потом, бах, пенсия и умирают. И так как шансы у человека, который хочет развиваться, реализовать свой потенциал жизненный, человеческий, духовный, обычно у человека практически нет шансов встретить в своем окружении людей, которые, ну вот, которые могут его поддержать. Но у него там 90% шансов, что если он только захочет там произнести слово развитие учебы, ему скажут, ты в секте, если он еще станет религиозным, ему скажут, ты вообще фанатик религиозный, зачем тебе это надо. И, то есть, шансов на поддержку окружения у человека очень мало, который хочет развиваться. А кто не хочет развиваться, так у него очень большая компания. Что в таком случае делать? Вот человек хочет. Я помню свой пример, лет 10 назад это было. Я с Машпи, ну, там, условно, с наставниками пришел, ему сказал, что вот, у меня большие изменения в жизни. И мне повезло, да, большинство моих друзей начали меня поддерживать. Он так на меня поставил, сказал, я тебя поздравляю, через год ты со всеми ими общаться не будешь уже. У тебя будет другое окружение. И мне показалось это очень странным, но через год именно так и оказалось. Да. Ну вот, вот так оно, да, так это. Сейчас. Сейчас. Хорошо, смотри, давай еще вот тогда один вопрос, потому что мне нужно, мне нужно идти. Мне нужно сейчас вот 16.50, мне нужно, уже, мы заканчиваем, у меня 17 следующий эфир, мне еще 5 минут нужно сделать очень важное дело. Духовная и вера. Духовная и вера. Ну, вера в Бога. Есть проблема, я видел примеры, когда люди верой снимают, оправдывают свое бездействие, снимают с себя ответственность. Где грань между тем, чтобы ты полагаешься на Бога и самому не плашай. Ну, здесь я бы сказал так, что ты должен делать все, что в твоих силах, при этом знать, что все от Бога. Но я могу по себе сказать, что я, например, во многих случаях, во многих случаях я делаю все-таки акцент, ну, очень сложно ответить на этот вопрос, потому что тут же есть, смотри, есть, если мы возьмем, вот есть человек какой-то, да, у него есть, как он определяет вообще, у него получается что-то в жизни или не получается. Есть два критерия. Первый критерий – это реализованные цели. То есть человек поставил себе какую-то цель, и вот он к ней двигается, да, вот он к ней двигается, и, значит, мы берем сейчас религиозного человека. Вот он, религиозный человек, поставил себе цель. Я хочу, он себе сказал, я хочу, там, жениться, например, жениться. Или я хочу, я хочу заработать, там, купить себе квартиру. Ну, ставит себе он какую-то цель. Я говорю сейчас про материальные цели такие, которые, ну, вот, нормальные, обычные. Поставил он себе какую-то цель, и тут он, религиозный человек, он понимает, что эта цель реализуется только с Божьей помощью, да, то есть если Бог, ему поможет. Потому что все от Бога. Значит, он начинает молиться, он молится, молится. Есть люди, которые очень сильно, я считаю, что главное – это молитва. Я очень много молюсь о своих целях. То есть я молюсь прямо, ну, скажем так, вот, если есть некая норма, как люди молятся, да, там, три раза в день, вот, меня они молятся, то я молюсь очень долго, очень прошу Бога, там, и так далее. Дальше у тебя есть духовные средства заповеди. Заповеди написано, что та мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. Это раз. А второе, что делай волю Бога, как свою, чтобы Бог выполнил твою волю, как его. И вот у тебя есть, значит, какая воля Бога? Заповеди. И ты начинаешь делать заповеди. Вот ты делаешь, это же тоже действие. Ты делаешь заповеди, и в момент, когда ты делаешь заповеди, ты просишь. То есть я выполняю твою волю, как божественную волю, а я тебя прошу, выполни мою волю. То есть я тебя прошу, чтобы ты волю выполнил мою. Хорошо. это второе, теперь третье но ты же должен еще и работать тут есть работа работа, обычная работа и тут есть учеба учеба, имеется ввиду сейчас учеба не Тора, а учеба профессиональная потому что, ну, к нам же деньги приходят все равно через какие-то услуги, которые мы делаем для других людей, то есть ты приносишь пользу тебе платят деньги, потом ты за эти деньги можешь купить свою там цель и так далее я не говорю сейчас про женинку теперь, вот это три абсолютно разных фактора первый фактор это духовный это я считаю на первом месте в реализации целей самое главное, насколько ты морешься и насколько ты выполняешь заповеди второе это твоя работа фактор номер два те действия, которые ты делаешь фактор номер три, это твоя учеба, твое развитие, потому что можно много делать, но не то можно делать меньше, но то а как узнать, то ты делаешь или не то вот это учеба и вот из этих трех факторов складывается достижение тобой, твоих целей в жизни понимаешь? и дальше, а дальше человек идет как по компасу, то есть он там молится, соблюдает и смотрит сколько у него в жизни позитива сколько у него в жизни негатива если у него много позитива, значит это для него четкий знак, что все идет хорошо если у него что-то не получается, у него начинаются какие-то проблемы, страдания значит Тора нам говорит, проверь свои дела, проверь свои дела как ты делаешь вот здесь и как ты делаешь вот здесь потому что есть много людей, которые называют себя религиозными они вроде бы соблюдают заповеди ну не вроде бы, а соблюдают заповеди Но их многие действия, имеется в виду даже их действия в Торе, они могут быть, с моей точки зрения, они могут быть антирелигиозными. Я говорю простые вещи. Лошонара, злоязычие, рыхелут, сплетни. Как они относятся к людям, которые просто люди. Бывает, что религиозный человек, он вроде бы религиозный все, но он абсолютно по-хамски разговаривает просто с людьми, которые те же нерелигиозные люди, ну и так далее. То есть, если у тебя больше негатива в жизни, то Тора нам говорит, если к человеку пришли Иссурим, и Пашвешбе Маасав проверит свои дела, пускай. Проверил свои дела и не нашел в них причину. Значит, он учит Тору, учит он Тору недостаточно. Почему он учит Тору? Что значит он учит Тору недостаточно? А он не знает, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильно, что неправильно. Это как в твоем примере. Человек говорит, я много работаю, у меня не получается. Почему мне так не везет? А может тебе везет, просто ты не то делаешь. То есть, при чем тут везет, не везет? Если ты не то делаешь, так почему должно у тебя получаться? Ты вначале научись, потом делай. Понимаешь? Все, вот это вот как бы так работает жизнь с моей точки зрения. Где здесь соотношение? Я больше считаю, что мой успех, он больше вот здесь находится в изучении Торы, в молитве, в заповедях. Больше, чем вот здесь в работе. То есть, я, например, вот тут у меня, ну, грубо говоря, я много учусь, я стараюсь делать все правильно. Вот здесь я работаю, я считаю, не очень много я работаю. Можно было бы и больше работать. Но я специально, чтобы не подумать, что это из-за моей работы у меня все хорошо получается, я здесь не увеличиваю. А я лучше думаю, я буду здесь увеличивать и здесь увеличивать. А здесь оно как-то само произойдет. Понимаешь? Но это мой индивидуальный случай. Я думаю, что эти последние пять минут нужно вынести в отдельную видеоинструкцию и возвращаться к этому каждому человеку в случае необходимости. Ицхак, спасибо тебе большое за уделенное время. Желаем успехов вам, всей вашей семье во всем, что вы делаете. Аминь, аминь. Вахенли марк, так же, чтобы тебе аммиварахет барех. Аминь. Последняя просьба, понимаешь, вам нужно отпускать. Мы только начинающий молодой канал. Наши зрители, это молодые или, в общем, евреи, которых нужно как-то к чему-то стимулировать. Может быть, какой-нибудь там подарок в виде вашей книги, которая им даст стимул, толчок в жизни? Да, какая? Любые книги вы берите. В электронном виде? Я пишу действовать в действии заповедей успеха в электронном виде. Отлично. За какое действие для наших зрителей? Ну, это ты сам решай. То есть я могу тебе дать в Тиеве, в офисе, там, дать 10 бумажных и электронных сколько угодно. Спасибо большое. Все, счастливо. А за что ты сам придумаешь?